Ухтинский племхоз Извоильский 97 модернизирует производство. На смену традиционному процессу доения приходят современные компьютерные технологии. В поселке Сидью уже несколько месяцев работает робот-дояр. Александр Думборович посмотрел, как производят молоко в 21 веке. Нехватка квалифицированных работников – проблема многих сельхозпредприятий России. К примеру, племхоз Извоильский 97. Старые работники уходят на пенсию, новые на ферму не торопятся. Даже за зарплату более 20 тысяч рублей. Но не бывает худо без добра. Именно кадровый голос стал причиной внедрения современных технологий. Теперь корова здесь с чипами, а доярка электронная. Коровы уже привыкли к чуду техники. Доят их теперь так называемый робот, а сам процесс доения исключительно добровольный. В специальном вольере буренок ждет приманка. Поначалу животных приходилось к аппарату подгонять, теперь же здесь целые очереди. Робот распознает коров по прикрепленному чипу. Считав код, машина сама приступает к доению. С внедрением дорогостоящих технологий доярка наших дней выглядит именно так. На мониторе статистика по каждой из почти двух сотен буренок. Следить за сложной техникой практически не надо. Главное задать параметры. Сейчас, например, робот настроен на доение каждой коровы три раза в сутки. Кроме того, техника тут же самостоятельно определяет качество продукта. Постоянно проводится контроль качества молока. То есть исключен человеческий фактор, и плохое молоко никак не может попасть в общий молочный танк. То есть молоко-сырье, как говорят специалисты из-под робота, получается экстра-класса. Машины обошлись племхозу в 20 миллионов, полтора из которых возместила республика. Специалисты надеются, что участие робота поможет исключить непредсказуемый человеческий фактор. Александр Домборович, Павел Щеблов, телеканал Юрган, Ухтинский район.